Не оставляет нас украинская тематика положить конец травле и ненависти. Алена Притулов впервые прокомментировала убийство Павла Шеремета. Владелец «Украинской правды» вспомнила последнюю встречу с Шереметом накануне трагедии. Тогда коллеги говорили об оскорбительных для Притула нападках в соцсетях в частности. Павел прочитал пост операционного блогера Сергея Иванова. Выглядел он, конечно, крайне расстроенным. Паше было очень больно. Мы потратили последний наш разговор на этого подонка. Мы говорили о том, что у некоторых людей есть призвание приносить другим людям боль. А в это время неизвестные люди, видимо, уже вынашивали план убийства Шеремета. Хозяйка «Украинской правды» сравнила моральное убийство с физическим и выразила уверенность, что преступники будут найдены. Я сознательно ставлю знак равенства между теми, кто его подорвал, и теми, кто в последний вечер отравил его жизнь. Так нельзя. Это убийство словом. И виноваты не только те, кто пишет все это. Разрывать на куски можно не только бомбой. Я уверена, что следователи найдут убийц. Но давайте сами не убивать друг друга. А вот видео, на котором пара, мужчина и женщина, вроде как, минируют машину Шеремета, может оказаться фейком. Об этом заявил бывший начальник следственного управления СБУ Украины Василий Вовк. Во-первых, еще пока не установлено следовательским путем, что это именно момент заложения взрывчатки. Что именно этой взрывчатки и именно в эту машину. И именно эта ситуация, которая связывается с гибелью журналиста Шеремета. Поэтому те, кто комментируется, просто занимаются созданием видимости работы еще чем-то. Но ничем полезным ни для криминального производства, ни для украинского общества здесь даже не пахнет. Это видео может быть фейковым. Никто не подтверждает, что это видео именно из криминального производства. Генерал-майор считает, что запись может оказаться какой-то пиар-акцией. Страшный пиар-акцией. Мужчин уверен, что защита не будет обращать на нее внимание. Тем более на видео, которое появилось в сети 22 июля, видны только силуэты. Запись могут привлечь разве что в качестве дополнительного доказательства. Но даже сравнение потенциального подозреваемого с тем, кто изображен на видео, дело очень непростое и потребует очень сложной экспертизы. Напомню, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева, когда ехал на работу. В машине сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал Алене Притуле, однако ее самой в салоне не было. Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал 200 тысяч гривен за информацию, которая поможет в расследовании преступления. В рублях смело умножайте как минимум на два. Украинская полиция рассматривает сразу 6 версий убийства. Основная профессиональная деятельность... Вот профессиональная деятельность это основная версия.